Добрый день, уважаемые саровчане! И мы с вами продолжаем в том режиме, в котором договорились три раза в неделю давать вам достоверную сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшнее утро, 20 мая, у нас нарастающим итогом зарегистрировано по-прежнему 90 больных. За истекшие сутки больных не прибавилось. Из этих 90 больных у нас нарастающим итогом увеличилось количество выздоровевших наших саровчан. Их уже 48 человек. 48 человек на сегодняшний день избавились от коронавирусной инфекции, выработали антитела, имеют иммунитет. И они наше боевое такое число, которое уже дает нам надежду, что мы будем выходить из этой истории и понимать, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют. И, возможно, при своевременном обращении в лечебное учреждение достаточно эффективно выздоравливать, даже если это средняя степень тяжести. 90 больных, 48 выздоровевших, значит, соответственно, 42 человека у нас продолжают болеть. Из этих 42 болеющих наших саровчан 12 человек лечатся в условиях госпитальных, то есть в больницах. Два человека у нас по-прежнему в Приволжском окружном медицинском центре, но при этом у одного, первого, кто туда попал, очень тяжелого, я о нем рассказывала, улучшение. И он из разряда тяжелых перешел уже в средне-тяжелые. Его вытащили из достаточно серьезной ситуации. Он в реанимации лежал, он был на искусственной вентиляции легких. Но сейчас ему становится лучше, и уже ставится вопрос о том, чтобы его направлять назад на лечение уже на базе либо амбулатории, ну, в смысле, на домашнем режиме, либо в условиях нашего стационара. Сегодня этот вопрос будет решаться, но для нас это радость. Один наш тяжелый вылечивается, перешел в... уже теперь отошел к средне-тяжелым. Плюс еще оставшиеся 10 из 12 – это те лица, которые лечатся в условиях инфекционного отделения, ковидной половины так называемой, в нашей клинической больнице номер 50. Из этих 10 человек 7 человек средне-тяжелые, остальные легкие. Ну и на дому тоже все легкие формы. Происходит постоянно движение, кто-то, если становится тяжелее, у него появляются признаки ковидной пневмонии, они попадают для лечения в стационар, кто-то показывает улучшение, выписывается домой. Вот это движение постоянно идет, и мы видим хорошую динамику лечения у большинства наших пациентов. Таким образом, еще, кроме лечащихся в условиях стационара, у нас на дому лечатся. С ними сидят контактные, они у нас на обязательном карантине, на изоляции, на наблюдении. Это еще таких на сегодняшний день, еще 42 человека. У нас и 42 человека болеют, и 42 человека находятся под наблюдением. И за истекшие сутки сделан анализ лабораторной обследования 173 человек. Это тоже достаточно хороший, высокий уровень тестирования лабораторного, на который мы вышли и которым мы гордимся на сегодняшний день. Хочу сказать, что при уровне такой вот заболеваемости, при том, что на самом деле не очень много, прямо скажем, людей в городе переболели, нас вот это вот затишье, что за последние двое суток совсем нет прибавки в больных, немножко настораживает. С одной стороны радует, с другой стороны настораживает. Потому что эпидемический процесс так не бывает, что идет нарастание, и вдруг он резко останавливается, и больше больных нет. Это говорит, скорее всего, о том, что люди, поддавшись такому вот первой волне радости, свободы, что появилась возможность выйти на работу, и у многих действительно есть искреннее желание начать работать, посвятить себя каким-то очень важным делам, они могут и скрывать частично некоторые признаки ОРВИ. В этой части мы уже работаем, и уже сегодня проработали много вопросов с работодателями. Я обращаюсь с этим же вопросом и к жителям города, что все это достаточно серьезно. Подумайте не только о себе, если у вас есть признаки ОРВИ, но и о других окружающих вас людях, как коллегах, так и ваших родственников. Если кто-то и может перенести заболевание совсем легко, то, что раньше называлось на ногах, то некоторые люди с этим заболеванием могут уйти в достаточно тяжелые формы. Поэтому вот скрывать этого нельзя, обследований у нас все равно много, плюс мы сейчас будем смотреть, кто еще возвращается из различных зон, которые мы считаем в округе опасными, их еще немножко добавим на анализы. Но пока я считаю, что вот совсем радоваться и считать, что мы с вами этот этап уже прошли, и заболеваний больше не будет, очень преждевременно. Будем наблюдать за больными, будем наблюдать за теми формами, которые могут говорить нам о том, что заболеваемость на самом деле есть, и она скрытая. Сюда идет и общий уровень острых респираторных вирусных инфекций, сюда идет и уровень вне больничных пневмоний, и отсюда идут все формы отсутствия людей на работе по факту, соответственно, может быть, временная нетрудоспособность, в том числе и по факту заболевания. Плюс я обращаюсь еще также к работодателям с тем, чтобы не скрывали от нас, если выезжаете на работу в иные территории, мы тоже с вами это будем обговаривать, каким образом проводить анализы, каким образом проводить тестирование. У нас были вопросы, и действительно, у нас уже на этой неделе инвитро начал, плюс к тем анализам, которые мы проводим на обнаружении коронавируса, инвитро начало проводить платные анализы для населения, чтобы определять иммуноглобулины группы G как антитела в случае уже, когда человек имеет иммунитет к коронавирусу. Эти исследования начались, иммуноглобулины группы G говорят о том, что заболевание уже протекало достаточно долго, вернее, давно уже было, и у человека сформировался уже такой за длительный период иммунитет. Это очень интересно. Для нас эти анализы были бы таким показателем, срезом, сколько на самом деле у нас людей имеют иммунитет. При этом мы понимаем, что это необязательный иммунитет именно у людей, переболевших именно новым коронавирусом. Наблюдается при этих анализах еще и так называемый перекрестный иммунитет, потому что у нас есть коронавирусы других типов. И иногда человек показывает таким образом, и у него есть, перенеся коронавирусную инфекцию другого возбудителя, другого штамма, будем так говорить, вируса, он может иметь иммунитет к этому. Это очень хорошо, это замечательно, что не переболев новой коронавирусной инфекцией, некоторые имеют, тем не менее, к ней иммунитет. То есть вот эта цифра, которая у нас будет появляться, она нам будет говорить об иммунной нашей прослойке, в которой будут люди, имеющие вот так называемый перекрестный иммунитет, плюс люди, кто на самом деле переболел. Это тоже хорошая для нас с вами новость. При этом продолжает еще, это я вам рассказываю, лабораторной базе, существующей в нашем городе, в том числе и на платной основе. Кроме того, Гемохелп, фирма тоже сетевая, медицинская, проводит анализы тоже на коронавирус. И все люди, желающие, которые не подлежат по медицинским показаниям анализам, они сами добровольно еще и могут обращаться туда. Там же мы проводим и обследование некоторых людей, которые приезжают в командировку сюда, из других учреждений. Мы тоже, если они приезжают без правок, предлагаем им выполнить эти анализы и тоже активно пользуемся этой лабораторной базой. Но на сегодняшний день мы все-таки с вами уже добились и вышли фактически на первый этап снятия ограничений. Правда, этот этап первый, он веден, естественно, как вы видите, посредством массовой информации не только в нашем городе, но и во многих регионах Российской Федерации. И, с одной стороны, это огромный, конечно, прорыв, я считаю, всех наших служб и в целом нашего общества. Но, с другой стороны, он показывает, что на некоторых территориях при таком вот резком возобновлении работы произошел так называемый откат, когда снова возникает большое количество заболеваний, причем не всегда легкой формы. В связи с этим наш оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, который действует на федеральном уровне, на высоком уровне под руководством президента нашего и наш главный государственный санитарный врач Российской Федерации Попова Анна Юрьевна, видя эту ситуацию и понимая, как опасно сейчас резко отпускать, подготовили новые некоторые изменения к рекомендациям и, в том числе, и к обязательным требованиям выхода вот из этих ситуаций, с этим ограничением. И мы это с вами наблюдаем и видим, что происходит и в Нижегородской области, и в других регионах. Вот эти послабления, то есть вроде бы уже снятие ограничений, на самом деле они пока очень маленькими шажками, они очень поэтапные, такие боязливые, потому что, не дай бог, в больших коллективах особенно, нас интересуют в условиях нашего города, конечно, нас очень интересуют градообразующие предприятия нашего НИЭФ, нас интересуют образовательные учреждения, наши детские сады, они, кстати, сейчас открываются только в режиме дежурных групп, то есть разновозрастных групп, и с очень резким ограничением приема туда детей. Нас интересуют и медицинские услуги, которые расширяются на территории нашего города, и мы хотим, чтобы на этапе внедрения этих услуг, а именно, что открывается, открывается вакцинация для взрослого населения, обязательные периодически на работе и при приеме на работу медицинские осмотры, чтобы вот эта работа не дала бы нам вдруг новой заболеваемости и резкого прироста. Наша задача сейчас, соблюдая все меры профилактики, к которым мы уже привыкли, и которые только чуть-чуть-чуть-чуть начинают послабляться, выйти на второй этап, потому что на желанном втором этапе начнут работать наши любимые с вами парикмахерские. Вот я уже не знаю, когда наконец приведу голову в порядок, и все женщины ко мне с этим обращаются, и я всем говорю, чуть-чуть потерпите, немножко потерпите, нам немножко осталось. Я вам всем этого желаю. Я очень хочу, чтобы к концу этой недели мы с вами смогли выйти на второй этап. Соблюдаем меры, ждем послаблений для того, чтобы они состоялись, не скрываем заболеваемость, но и не болея, тоже не подвергаем опасности своих близких и коллег. Всего вам доброго. До свидания в пятницу.